Деяние 13.42, беседа 30. При выходе их из иудейской синагоги, язычники просили их говорить о том же и в следующую субботу. Видишь ли мудрость Павла? Он не только привел в удивление слушавших его тогда, но и возбудил в них желание слышать его в другой раз. Посеял некоторые семена, но не докончил и не заключил речи, чтобы привлечь и расположить их к себе, и чтобы не утомить их сообщением душам их всего вдруг. Он сказал, посему проповедуется оставление грехов, а каким образом не показал. После того писатель поставляет его на первом месте. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавой, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидевшие народ, исполнивая зависть и противоречие, злословие, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, «Вам первым надлежало быть проповеданным Слово Божиим, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». Видишь ли, как по причине любопрения иудеев, они простерли, дали свою проповедь, еще более обратились к язычникам, оправдав и сделав себя свободными от обвинений перед своими единоплеменниками. Не сказали, вы недостойны, но сами себя делаете недостойными, чтобы смягчить речь свою. «Ибо так заповедал нам Господь, я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Язычники, слышали это, не опечалились, что в случае готовности иудеев они получили бы этих благ. Он приводит и следующее пророчество, «положил тебя во свет язычникам». Это и самих апостолов делало ревностнейшими, когда тем, чем должны были, слушая, пользоваться иудеи, пользовались язычники. Иудеев же это более огорчало. Язычники, слышали это, радовались, и прославляли слово Господне, и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. Смотри, как скоро по сказанию его это принесло и пользу. И слово Господне распространялось по всей стране. Распространялось, как бы так сказал, они не ограничились одной ревностью, но присоединили дела. Посмотри опять, как они будут чуганимы, совершая другие великие дела по ревности. Они стали действовать решительнее, и обратились к язычникам, и послушай, как дерзули Павел и Варнава говорить. Таким образом, они намеревались идти к язычникам. Но смотри, и в этой решимости соблюдалась мера, как и следовало. Если Петр оправдывался, то тем более для них нужно было оправдание, потому что их никто не приглашал туда. Словом, первое он выразил, что и тем надлежало проповедовать, а словом, хорошо, показал, что им необходимо было. А так как вы отверглись, не сказал горе вам, или вы будете наказаны, то мы идем к язычникам. Видишь ли, какой великой кротости исполнена эта решимость. Но иудеи, подстрекнувши набожных и почтенных, почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Видишь ли, что сделали противящиеся проповеди, до какого бесстыдства довели их, женщин. Они же, отрявши на них прах от ног своих, пошли в иконию. Здесь они, наконец, исполнили ту грозную заповедь, которую Иисус Христос сказал. Кто не примет вас, то выходя отрясите и прах от ног ваших. Впрочем, они сделали это не вдруг, но когда уже были изгнаны ими. Но и это они, это не повредило ученикам. Напротив, они более еще утвердились слоем Божиим. Что писатели доказывают такими словами. А ученики исполнялись радости и Духа Святого. Страдание учителя не останавливает усердие учеников, но делает его еще более ревностнейшим. В иконе они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили, что уверовало так, что уверовало великое множество иудеев и еленов. Опять входят в синагоги. Смотри, как они не сделались боязливее, после того, как сказали, обращаемся к истечникам, уже тем, что здесь было великое множество уверовавших, и лишают этим их оправдания. А неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Возбудили вместе язычников, как будто недовольно было их одних. Почему же апостолы не вышли оттуда? Потому что их не изгоняли, а только притесняли. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя Господи, Который во свидетельство Слову благодати Своей творил руками их знамения и чудеса. Это придавало им дерзновение, или лучше их усердие придавало им дерзновение, потому что они долгое время нигде не совершали знамений. Самое то, что слушающего веровали, было из числа знамений. Этому содействовало и их дерзновение. Между тем, народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, другие на стороне апостолов. Немало служит к осуждению тех, и это самое разделение. Здесь происходит то, что сказал Христос. Я не пришел принести мир, но меч. Когда же язычники иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнавши о всем, удалились в Ликаонские города, Листру и Дервию, и окрестности их. И там благовествовали. Здесь 74. Опять как бы нарочито, желая распространить пропасть, когда она получила успех, тогда и изгоняет их апостолов. Смотри, везде гонения, производят великое благо, и гонители остаются побежденными, а гонимые являются славными. Придя в Листру, Павел совершает великое чудо, воздвигает хромовый, притом громким голосом. А как? Послушай. В Листру некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром, отчлево матери своей, и никогда не ходил. Он слушал, говорившего Павла, который вину на него увидел, что он имеет веру для получения исцеления. Сказал громким голосом, «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои, прямо!» И он точно вскочил и стал ходить. Для чего громким голосом? Для того, чтобы народ уверовал и смотри, с каким усердием он внимал словам Павла. Это именно означает слова «слышали, видишь ли его любомудрие?» Хромота нисколько не препятствует его усердию, слушать, и взгляну на него увидел. Он уже обратился внутренне, между тем и другими, происходило противное. Наперед исцеляли стела их, а потом уже врачевались их души. Это же не так. Мне кажется, что Павел проникал в самую душу его и вскочил, говорится, и ходил. Народ же увидев, что сделал Павел, возвысил голос, говоря по-ликаонски, «Боги в образе человеческом сошли к нам и назвали Варнау-Зевсом, а Павла-Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившийся перед их городом, приведший к воротам валов и принесший венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение». Но этого доселе было нельзя знать, потому что они говорили на собственном наречии, «Боги в образе человеческом». Потому апостолу ничего не говорили, но когда увидели венцы, то, бросившись, разодрали одежды свои. Апостолы Варнава и Павел, услышавшие о себе, разодрали одежды свои и бросились в народ, громко говоря, «Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам человеки, облаговествуем вам, чтобы вы обратились от всех ложных к Богу живому, который сотворил небо и море, и все, что в них и землю. Смотри, как они всегда чуждали славу, и не только не искали ее, но отклоняли, и тогда, как им предлагали ее, так и Петр говорил, что вы смотрите на нас, как будто своей силой или благочестием сделали, что с ней ходит. Так же, и они говорят, Иосиф говорил о сновидениях, что разве не Бог изъясняет их? Подобным образом и Даниил, и не своей премудрости вам не открылось это. Так и Павел говорит, как, например, и кто способен к всему? И еще, не то, чтобы мы способны были помыслить это от себя, но уверенность наша от Бога. Но обратимся к вышесказанному. Народ не просто следовал за апостолами, но как, просил, чтобы они опять проповедовали о том же и усердие свое показывал на деле. И они, смотри, постоянно вразумляли, а не просто принимали и не льстили. Потому писатель и сказал, что пребывали, что в благодати Божией. Почему иудеи прежде не противоречили? Потому что проповедники да то ли молчали, видишь ли, как они всегда руководили страстью. И не только противоречили, но еще и злословили. Так злоба никогда не знает пределов. Но посмотри и на решимость апостолов. Вам, говорит, перво надежало высушить Слово Божие. Ничего оскорбительного не сказано. Так же поступили иудеи и с пророками. Не говори нам, говорили они. Иеремия 44, 16, 1 царство 8, 19. Так как отвергся я их, а не нас, потому что не к нам относится ваше оскорбление. А чтобы кто не подумал, что они из благоговения недостойные творили сами себя. Для этого Павел и сказал наперед, отвергся. И потом обращение язычникам. Эти слова исполнены великой кротости. Не сказал мы оставляем вас, чтобы показать, что можно было бы опять возвратиться сюда. Это удаление делается не вследствие вашего оскорбления. Но так нам заповедано. Язычникам надлежит услышать слова Божии. Но то не от нас, а от вас зависит, что они должны будут услышать прежде вас. Ибо так заповедал нам Господь. То есть познание спасения, а не просто языком. Но всем это именно означает слова, которые предуготованы были к вечной жизни. А это служит признаком, что они приняты по воле Божией. Сказал учененный, чтобы показать, что и не по принуждению, которых он предузнал, говорит, тех и предопределил. И не только в городе они проповедовали, но и во всей стране. Язычники услышав о том, вскоре и сами стали приходить. Иудея же, говорит писатель, подущили жен и воздвигли гонения. Почетных жен. Смотри, они же были виновниками из сделанного женами. И изгнал их, говорит, от пределов своих, не только из города, но и из всей страны. Потом, говорит, еще более страшное. Ученики же исполнялись радости и Духа Святого. Учители были гонимы, а они радовались. Видишь ли свойства евангельской проповеди, какую великую она имеет силу? А злобили, говорит, души язычников язычников на братья, то есть клеветали на апостолов, во многом обвиняли их, простосердечных, представляли коварными. Здесь кем пишет. И смотри, как всегда писатель все приписывает Богу. Довольно время пребывали и дерзнули в Господе, не подумай, что это говорит к унижению их, когда они проповедовали, подобно как о Христе апостол, и говорит, свидетельствовавшим при Понтий Симпилате. То выражалось их дерзновение. Здесь же он говорит по отношению к народу. Потом, увидев нападение, они немедлили и пришли в ограды Ликаонские в листру и деревья, где уже не могла действовать ярость иудеи, выходили не только по городам, но и по окрестностям странам. Смотри, на простоту язычников и на злобу иудеев. Те делами показывали, что они были достойны слушать апостолов. Такую честь они оказывали им только за знамение. Те почитали их за богов, а эти изгоняли их, как людей вредных. Те не только не препятствовали проповеди, но и говорили, боги в образе человеческом сошли к нам. Иудеи же соблазнялись. Варнаву, говорит, и Павла. Мне кажется, что Варнава имел вид достопочтенный. Немало было искушения от излишнего усердия, но апостолы и здесь явили добродетель свою. И смотри, как всегда они все относят к Богу. Будем подражать им и мы не считать ничего своим, так как и сами, и сама вера не есть наша собственность. А что она принадлежит не нам, но более Богу, послушай Павла, который говорит, и сенье от нас Божий дар. Потому не будем высокомудрствовать и превозноситься. Мы люди, земля и пепел, дым и тень. Скажи мне на самом деле, чем ты превозносишься? Тем ли, что ты подал милость и не раздал имущество? Но что из этого? Подумай, что было бы, если бы Бог не восхотел сделать тебя богатым? Подумай о бедных или лучше вспомни, сколь многие пожертвовали притом и самым телом своим и многим другим и пожертвовав считали себя ничего не сделавшими. Ты подал для себя, Христос предал себя для тебя. Ты отдал должное, а Христос не был тебе должен. Вспомни о неизвестности будущего и невысокомудрствы, но страшись. Не унижай добродетели гордостью. Хочешь ли поистине сделать что-либо великое, никогда не считай своих добрых дел великими. Но ты пребываешь девственником, и те были девами, но не получили никакой пользы от девства по своей жестокости и бесчеловечию. Нет ничего равного смиренно мудрее, оно источник, корень, питатель, основание и союз всего доброго, без него мы жалки, скверны и нечисты. Представь, если хочешь, что кто-нибудь восхищает мертвых, исцеляет хромых, очищает прокаженных, но с гордостью. Ничего не может быть хуже, нечестивее и виновнее его. Не считай ничего своим, обладаешь ли словом и даром учительства. Не думай, что ты через это имеешь что-нибудь больше других. Потому в особенности ты и должен смиряться, что удостоился больших даров, ибо кому больше прощается, тот должен больше любить. Потому тебе и должно смиряться, что Бог минует других презрел тебя. Поэтому страшись, так как это часто служит и к твоей погибели, если не будешь внимательным. Чем ты приводносишься? Тем ли, что учишь посредством слов? Но любомудрость на словах легко. Научи меня своей жизнью. Вот самый лучший способ учения. Ты говоришь, что надо быть умеренным, ведешь об этом длинную речь и витейсуешь разглагольство неудержимо. Но гораздо лучше тебе тот, все скажут, кто учит меня этому делами, обыкновенно не столько внедряется в душу наставляемые словами, сколько делами. Если ты не имеешь дел, то разглагольство не только не приносишь пользы, но больше причиняешь вреда. Лучше бы молчать. Почему? Потому что предлагаешь мне дело невозможное. Если ты, который говоришь так много, рассуждая, не исполняешь этого, то тем более я достой извинений, который ничего не говорю. Потому то я и сказал пророк, грешнику же говорит Бог, для чего ты берешь уставы мои? Гораздо больше вреда в том, когда кто хорошо поучая словами, опровергает свое учение делами. Это стало виной множества зол в церквах. Потому простите, прошу вас, если речь наша доля становится на этой страсти. Многие делают многое для того, чтобы ставшим на срезине говорить продолжительно. Если они удостоятся рукоплескания от народа, то бывает с ними тоже, как бы получили они царство. Если же окончание их речи сопровождается молчанием, то это молчаливо ныне бывает для них мучительнее самой гиенны. Это так неизвратило церкви, что и вы ищите слышать слова не обличительные, но могущие услаждать вас и произнесением, и произношением, и составом речи, как будто вы слушаете певцов и музыкантов, и мы холодным и жалким образом стараемся угождать вашим желанием, которое следовало бы отвергать. 278. И бывает тоже, как если бы какой отец своему слишком нежному и при том больному сыну давал пирожное, прохладительное и все, что только услаждает, а полезного ничего не предлагал. И потом на замечание врачей стал бы говорить свое оправдание. Что же делать? Я не могу видеть плащущего сына. Несчастный, жалкий, предатель, ведь я не назову такого отцом ни гораздо не лучше было бы, причинив кратковременный скорбь, возвратить ему совершенное здоровье, нежели временное услаждение сделать причиной всегдашней скорби. То же бывает и с нами, когда мы заботимся о красоте выражения, составе, благозвучии речи, чтобы доставить удовольствие, а не принести пользу, чтобы возбудить удивление, а не научить, чтобы усладить, а не обличить, чтобы получить рукоплескание, отойти с похвалами, а не исправить и нравы. Поверьте мне, не без причины говорю. Когда слова мои сопровождаются рукоплесканиями, в то время я чувствую нечто человеческое, почему не сказать правды, радуюсь и услождаюсь. Но когда, возвратившись домой, подумаю, что рукоплескавшие не получали никакой пользы, а если чем мы должны были воспользоваться, то потеряли от рукоплескания и похвал, тогда скорблю, жалею и плачу. Думаю, что все я говорил напрасно и говорю сам себе. Какая польза от моих трудов, когда слушатели не хотят получить никакой пользы от слов моих? Неоднократно я думал постановить правила, запрещающие рукоплескание и приглашающие вас слушать в молчании и с должной благопристойностью. Воздержитесь же, прошу вас, послушайте меня. Если угодно, постановим теперь же такое правило, что никому из слушателей не дозволяется рукоплескать в продолжении черепа речи. Если кто желает удивлять, это пусть удивляется в молчании. Никто этому не препятствует, но все внимание и старание пусть обратится на то, чтобы усвоить сказанное. Ну вот для чего ты и вы рукоплещите? Против этого-то я и полагаю правило, а вы не имеете терпения выслушать. Оно будет виной многих благ и училищем любомудрия. Когда внешне языческие философы говорили, никогда никто не рукоплескал им. Когда апостолы проповедовали, никогда не случалось, чтобы среди речи их слушатели прерывали говорившего рукоплесканиями. Оно принесет нам великую пользу. Итак, постановим следующее. Пусть все слушают в молчании, чтобы мы досказывали все. Ведь если мы после рукоплесканий отойдем, удерживая слышанное, то и тогда эта похвала совершенно бесполезна. Но я, впрочем, не стану строго разбирать, чтобы кто не упрекнул меня в неучтивости. Если же в этом нет никакой пользы, но еще вред, то удалим препятствия, прекратим восхищение, оставим душевные восторги. Христос проповедовал на горе, но никто ничего не говорил, пока он не окончил речи. Я не лишаю возможности рукоплескать тех, которые хотят этого, но еще более поддерживаю их восторг. Гораздо лучше выслушав умолчание и припоминая сказанное, рукоплескать во всякое время и дома, и на площади, нежели растеряв все, возвратиться домой ни с чем, не имея предмета для рукоплескания. Не будет ли достойно смеяния слушатель, не сочтут ли его льстецом и смешником, если он рассказывает, что учитель говорил хорошо, а что именно говорил, сказать не может. Это свойственно лести. Кто слушает музыкантов и певцов, тому было бы простительно, если бы он не мог передать слышанного подобно им. А здесь не музыка и пение, но сила суждения и любомудрия. Что легко всякому пересказать и передать. Как же не признать достойным осуждения того, кто не может объяснить, почему он хвалит говорившего? В церкви всего более приличное молчание, благочиние, шум есть и на зрелищах, в банях, на торжествах и площадях, а где преподаются такие догматы, там должно быть спокойствие, тишина, любомудрие и совершенная пристань. «Это знаете все, прошу и умоляю. Я изыскиваю все способы, которыми бы мог сделать полезны для ваших душ. Немаловажный мне кажется этот способ, он может принести пользу не только вам, но и нам. Он не попустит чваниться и домогать все похвалы славы, говорить приятное вместо полезного, ежеминутно заниматься составом и красотой выражений вместо силы мысли. Войди в мастерскую и живописце и найдешь там великую тишину. Так пусть будет и здесь. И здесь мы пишем изображения царские, непростых людей красками добродетеля. Что же это? Опять вы рукоплещите? Дело кажется нелегким, но это не по свойству его, а от того, что вследствие сильной привычки вы еще не научились исполнять его. Кирь наша здесь язык, а художник дух святый. Скажи мне, при совершении таинств бывает ли шум, бывает ли смятение? Когда мы совершаем крещение или что-либо подобное, не тишина ли и безмолвия и объем ли все, это украшение рассеяно на небе. Зато осуждают нас и елены, что мы все делаем как бы на показ и с честолюбия. Но когда прекратится это, тогда погаснет и страсть к передним местам. А кто любит похвалы, для того достаточно когда он станет собирать плоды. Да, прошу вас, постановим это правило, чтобы, исполняя все, как благогодно Богу, нам сподобится его человеколюбие, благодатью и щедротами динародного его Господа нашего Иисуса Христа, с которым отсутствует Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно и во веки веков. Аминь.